Реформа образования На сегодняшний день Мне присылают задачки, которые сегодня Кошмарят наших детей Почему надо было задачки переводить в западных учебников Объясните, у нас были замечательные учебники Вдруг ни с того ни с сего Подлегли под запад и стали брать Только наши ученики считают в уме Американец не может разделить 111 на 3 Для американца дробь это Годзилла с вилами У них нет дробей Они число пи В одном штате По закону определили равно Четырем А число Ускорение свободного падения равно десяти Потому что они не знают, что такое дроби Они в одном штате Конгрессом хотели принять закон Запрещающий тайфунам Проникать на территорию Флориды По закону И наши люди берут задачки Из американских учебников переводят На русский язык Вот несколько задачек мне прислали Я вас должен ознакомить Наши люди соображают быстро Попробуйте решить Сечение электрического провода 1,5 квадратных миллиметра Мощность чайника 1,2 киловатта Сколько чайников можно подключить к розетке Не испортив проводку? Ответ 2,8 чайника Вы пробовали 2,8 чайника подключать когда-нибудь? В комнате Задачка следующая В комнате находятся мыши и тараканы Уже Туфу они задачка У мыши четыре ноги У тарагана десять Ты где видел таракана с десятью ногами? В Чернобыле что ли Эту задачку решать надо? Вопрос Если в комнату войдут Хозяева тараканов Даже объяснять не надо Слава богу наши люди хоть хохочут Я пытался решить Несколько задачек Сегодняшнего ЕГЭ Я полный дебил оказалось Я думал умный человек Я не могу ответить даже на тесты Которые задаются младшеклассникам сегодня Уподобляясь вот этому западному ЕГЭ Как звали первую женщину-летчицу? Баба-яга Дурнота Заразила Россию Кто такой сидит Дед во сто шуб одет Кто мимо пробежит Он у того шубу отберет Че ха-ха Гардеробщи Это дети решают Но дети мне это присылают Это замечательное явление Чувство юмора наших детей выручает Они правильно все делают Они приняли многие развитые дети Приняли двойные стандарты Мы будем дурью маяться на тестилках Смотреть концерт Задорного И издеваться после этого И это нас выручит Вот еще несколько вопросов Из реальных вопросов на ЕГЭ Как называют семью тружеников Передающие с поколения в поколение Профессию мастерства Династия, фракция, партия, колония А сейчас Приготовьтесь К кому из перечисленных лиц К кому из перечисленных лиц Не принято обращаться Маэстро К художнику К композитору Шахматисту Милиционеру Вы сегодня многие на машинах? Умоляю Поедете домой Остановитесь у какого-нибудь милиционера Откройте окошко Скажите Маэстро Он вас реально обработает Дирижерской палочкой Спокойно, спокойно Мы только разгоняемся По литературе вопрос Что делал Буратино На поле чудес В стране дураков? Первый вопрос Ладно Пытался вырастить денежное дерево Надеюсь быстро получить Начальный капитал Уже нормально Второй Готов вопрос? Второй ответ Передавал привет И родным и знакомым На поле чудес Буратино Якубович Видели когда-нибудь? Третий ответ Крутил барабан Кому принадлежит фраза Какой русский не любит Быстро езды? Николаю Фоменко Николаю Гоголю Александру Пушкину Александру Домогарову Боже мой И это что? Это всерьез составляли Наши педагоги А вот это Вопрос-вопрос За это вообще Премию надо давать Хорошо, что Пушкин Не дожил до ЕГЭ Вообще классикам повезло Что они тогда жили Попрос такой Любил ли Онегин Татьяну? Как вы думаете Можно на компьютере Запрограммировать ответ? Да Нет Не очень Не всегда Это из реального Из реального вопросника Ой Нельзя ничего сделать Изменить сегодня нельзя Можно одно Обхохотать это все И я предложил на своем сайте Поиграть в игру Чтоб начали прикалываться И в первую очередь Школьники Начали сочинять Вопросы для будущего ЕГЭ Вы знаете что? Я получил Такое количество писем Таких интересных Некоторые из них Я сейчас вам озвучу Значит Что Что предлагают наши детишки Сейчас 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 А для затравки Я во-первых Ну пример привел Что надо сочинять Ну например Кто виноват в срыве Восстания Спартака? Сам Спартак? Динамо? ФИФА УФА Как настоящая фамилия Сталина Джугашвили Саакашвили Чехохмили Какого размера белье носил Пьер Безухов? Эль Икс Эль Икс Экс Экс Эль О чем рассказывает нам Максим Горький В своей пьесе Бестселлере На дне О первых российских подводниках О дайвинге украинских туристов в Египте На дне вторая часть повести Му-му С чьим черепом разговаривал Гамлет Йорика, Рюрика, Юрика, Дурика, Жмурика Скажите Как можно винить детей За то, что у них плохое образование Вы читали, что у них в учебниках написано О, сейчас я вас порадую Зачитывает учительницу Ученику вызвала его к доске И зачитывает вопрос из учебника Третий класс Говорит Что ты будешь делать, если увидишь, что поезд едет А рельсы впереди разобраны Я угораю Мальчишка ответил, кстати, хорошо Говорит, ничего, а вы Он-то поумнее будет, чем автор этот Женщина написала У меня математическое образование Дочки задали задачку Четыре ежика идут по дорожке Сколько всего ножек идет по дорожке Я ей сразу сказал Шестнадцать Она принесла двойку А нормальные люди сидят А учительница говорит Восемь ножек Дочка говорит Почему? Она показала картинку в учебнике Ежики идут на двух ногах Вы понимаете, что идиотов растят Из наших детей Задачка В городе живут только собаки и коты Уже Фу, гадость А им нравится под Голливуд Чтобы жесть была Это вот новые менеджеры Написали задачки Это не авторы учебника Это менеджеры Никаки Вы сейчас попробуйте решить Нет, решить не надо Просто вдумайтесь в начало Я буду только начало задачек зачитывать Десять процентов собак Думают, что они коты Им не в городе место А у Кащенко А все коты думают, что они собаки Нормальное ощущение? На клёне пять веток На каждой ветке по два яблока Сколько? А задачка не сложная Сколько яблок на клёне? Родители, милые Вы не представляете задачки В современных детских учебниках К бедному Ивану Ивановичу Каждую ночь приходит привидение Оно встает с кладбища в десять часов И идет к дому бедного Ивана Ивановича Со скоростью четыре километра в час И час воет под окном Ивана Я все это соберу Министерству образования Я ему Я этому министерству учебники подарю В которых это все есть Начало задачки Девочка Девочка Шла в школу со скоростью 275 километров в час Я понимаю, что здесь ошибка Запятая не поставлю Ну надо же вычитывать учебники Тем более для детей Это для младших классов задачки Для старших это не дай бог На ночь представить Они же биологию проходят Биология Десятый, одиннадцатый класс Вдумайтесь и представляйте Безмозглая женщина Отец и мать, которые тоже были безмозглыми Вышла замуж за безмозглого мужчину У них родился ребенок, имеющий мозг Предложите свои варианты Наследование данного признака Это я не знаю На ночь Вот это лучше не представлять Известно Я не знаю, кому это известно Но Мне неизвестно Но им известно Что мягкие зубы И волосатые губы Ну мягкие зубы Я еще Я знаю Но волосатые губы Мне неизвестно А, доминантные гены Значит вот Женщина с твердыми зубами И волосатыми губами Вы можете Вышла замуж Как она вышла с волосатыми губами Я не знаю Но потом понятно За мягкозубого мужчину Не имеющего волос на губах Это страшилка Какова вероятность того Что их первый мягкозубый ребенок Будет всю жизнь брить губы Детские задачки Реформа образования Конечно пора реформу Реформы проводить Задачка Один кирпич Марки М150 Чтобы жизнь знали дети Стоит 8 рублей 10 копей Хорошо Ребенку эта информация нужна Конечно Вопрос Сколько сможет купить кирпичей Бабуля На свою пенсию 3400 рублей А бабуле кушать не надо Ей только кирпичи нужны Марки М150 А это еще не все Задачка Я понял Вам понравилось Я вас сейчас повеселю Бутылка Для детей Бутылка пива Клинская Стоит 42 рубля 50 копеек Полезная информация В одном ящике Повещается 20 таких бутылок Сколько сможет приобрести Ящиков пива Сторож цементного завода На свою зарплату 800 рублей Тоже Ему не есть Не пить Не надо Ему только пиво На сосаться Все Ой Сейчас передохните Ха-ха Продолжаем Продолжаем обучение ЕГЭ Задачка по физике Во время сильного снегопада Снегопада Рисуйте картину Лыжник Бегущий по полюсу Со скоростью 65 километров в час У меня сомнения большие У него где-то Ракетный двигатель Поставлен Заметил Лыжник в снегопад Заметил Что ему в рот Попадает 50 снежинок в минуту Это никто Выдумать из сатириков Не может Вы понимаете Я не знаю Как он заметил Что у него тут За счетчик стоит Но заметил Он заметил Он бежал и считал Раз снежинка Два снежинка Три снежинка Вот Он повернул И побежал по ветру И заметил Что с этого момента Ему в рот Стало попадать 30 снежинок в минуту Вопрос Оцените дальность Прямой видимости В снегопад В метрах Есть ли Площадь рта Открытого спортсмена 28 квадратных сантиметров Это не рот Это хавальник Задачка Это просто для меня репертуар Мне ничего придумать не надо В аптеке 27 лекарств Разных Хорошо, что не одинаковых Два мальчика взяли аптечку Первый мальчик съел Пять разных таблеточек И упал без сознания Второй мальчик съел Три другие таблеточки С громким криком Уезжал из комнаты Это начало Пожарных учат надевать штаны За три секунды За три секунды Сколько штанов Успеет надеть пожарный За пять минут Ему зачем столько штанов Вы можете сказать? Папа и мама ужинают Папа и мама ужинают Вот, думаю, хорошая задачка А, семейная Папа и мама ужинают А сын Продолжение читаю Не верю Своим глазам А сын сидит под столом И пилит ножку стула мамы Со скоростью Со скоростью Три сантиметра в минуту Через сколько минут Закончится ужин Ну неужели других примеров Нельзя найти По математике Мама Купила В магазине Две и семь десятых тонны конфет То есть мамка дико ненавидит Детей своих, судя по-моему Ну ей показалось Этого, видимо, мало Потому что дальше написано И две и девять десятых тонны карамелек Карамелек Обсосешься за свою жизнь Дальше фраза Суперская Принесла их домой Вот это Это решение Это Годзилла А не мама И разделила поровну Между двумя детьми Сколько сладостей Получил каждый ребенок Я не знаю, что сладостей Но диабет Реально ребята получили Скопилась целая коллекция писем от учителей Учителя пишут Вы правы, что вы не ругаете детей Они действительно многого просто не знают В школу пришли молодые учителя Они закончили только что педагогические вузы Кто идет в наше время в педагогические вузы? Те, кто не попали часто зачастую в другие вузы И учатся они кое-как И выгнать теперь никого нельзя А вот в результате наполняется школа людьми полуграмотными учителями Вот один учитель на уроке химии Говорит ученикам Молодой учитель Посмотрите на меня Перед вами молекула водорода А если почитать те замечания Которые пишут молодые учителя в дневниках Это просто юмористический номер Не хочет любить Пушкина Весь урок не вылезал из портфеля Ну же Читал на уроке чтения Вот это мне нравится Жутко провинился Ой Помыл пол в классе шалью завуча Картинка в стране, да? На уроке физкультуры Отказался пользоваться матом Ваш сын видел в гробу десятичные логарифмы Прямо с дискотеки учитель пришел И теми же словами и выражается На уроке литературы молодая учительница попросила детей Поделиться кто кем хочет стать в жизни Один прикололся мальчишкой и сказал Я бы хотел стать патологоанатомом Она говорит Вот им славно Все будем у тебя лечиться Я сам слышал Как молодой человек на теплоходе Который шел по Волге Подошел к администратору И спросил Кабельное телевидение есть? А тот спрашивает Вам кабельное какого города нужно? Он говорит Ярославля Он говорит Кабель зацепился за корягу там сейчас Его поправляем Мои знакомые студенты Из Московского авиационного института Поехали на природу с Киевского вокзала И опять вот это Продавец-консультант Купили десять котлет Киевский по-киевски Говорят разогреть их Десять человек было Разогрей пожалуйста Она положила в микроволновку Десять котлет Вот Они стоят ждут Ну две минуты надо Чтобы разогреть киевскую котлет Они ждут ждут Уже минут шестнадцать прошло Они говорят Вот это вот А то вот Моднявка Они говорят А почему так долго? Две минуты надо Она говорит Ну я аж десять котлет положил Бедолаги Их жалко Их кошмарит государство Практически У меня есть знакомый один Мы с ним учились Когда-то вместе В Московском авиационном институте Мы учились с ним В одной студенческой группе Он такой Я кашу под молодого А он под старичка Под речка Но он приколист такой Он КВНом занимался Ему скучно жить на пенсии Он ходит по менеджерам И прикалывается И такой кайф получает От этого Он например придет в магазин Увидит менеджера Говорит Скажите пожалуйста Я хочу купить телевизор Скидки ветеранам Куликовской битвы будут? В девяти случаях из десяти Ему говорят Удостоверение есть? Он так Залезает в карман Говорит Ой забыл Он говорит Ладно ладно верю Я вижу что вы Видит он что он Ветеран Куликовской битвы Нормально? Его жена Не верила ему Он говорит Пошли покажу Аттракцион И вывел ее В свет Она Она была Счастлива Она такого даже В театре не увидит Пока не нарвались На менеджера По старше У кого было С образованием Не знаю что с вами будет Это говорит Ветерану Ну по фору Уже по наигранному Ветерану Куликовской битвы Вот мы вдвоем Будет скидка? Он говорит Ты Пересвет Или Челубей? Я В одной компании Молодежной Это рассказал Они говорят И в чем смысл? Бедные молодые Как они жить Вот без образования Ведь зачем нужно Образование? Да чтоб радостней жить Просто Чтоб меньше было Троллей на земле Кстати интересно Вот если тролли Меня сейчас услышат По телевидению Имейте ввиду Дорогие тролли Что большинство Самоубийц Среди троллей Как раз Они просто этого Не знают Что беспочвенно Гадить другим Не проходит По законам природы Ну а бедные учителя Мне присылают Цитаты Из письменных работ Отличников ЕГЭ Я не знаю Что с вами будет У костра сидели Два человека И одна женщина Спокойно Сейчас разгонимся Иногда такие образы Ой Тянутся по небу Корневища трав Это Но это уже даже Не Анаша Это ЛСД Здесь Вот Австралийский Кенгуру Имеет Карман на животе Чтобы Прятаться Туда Во время Опасности Вы представили Себе Эту картинку Самозасасывающийся Кенгуру В свой карман От любви У нее заплетались зубы Ёж, жаба и ласточка Ёж, жаба и ласточка Помогают садовнику Поедать насекомых Он взял коня за рога Один вместо металлической эрозии Написал Как понимал Металлическая эрекция Ну я не понимаю Вставляет сильнее У Владимира Мономаха Было 10 сыновей И все мальчики Вот молодец Владимир Мономах Да, ни одной девочки Среди сыновей не было Война и мир Эпохабное произведение У князя Мышкина Бывали приступы Эпиляции Но Мышкин Не знал Какие у него принцы И Достоевский И Достоевский тоже Не крутой был Ой, сейчас Это нужна тишина Простите, я Зачитаю эту цитату Она сняла с груди Сначала лифчик, потом трусы Ты дуреха Ты че трусы на грудь надела Можешь мне сказать А сочинения по литературе им лучше не писать Правда Ну не надо так портить классику Андрей Болконский Пригласил Наташу Ростову На тур вальса Как красиво, хорошо Дальше Супер Взял ее за таз Ну она же с тазом ходит Обычно на бал И пустил по кругу Но знаете Вот из этого Вот что мне Противнее всего Из того Влияния Которое на нас оказывает запад Многие родители Решили Что надо теперь По западной системе Не только обучать в школе Но еще и дома Не запрещать ничего детям В электричке Едет Мамаша молодая Со своим сыночком А тот все время бьет бабулю Сидящую напротив ногами Бабуля говорит Ну прекрати мальчик А он не прекращает Она к матери Мол Вы бы сказали своему сыну Что так неприлично Так говорит Я по западной системе Я ничего не запрещаю Делать своему сыну Хорошо У нас сохранились в России Нормальные ребята Кореша Встал с соседнего сиденья Пацан Вынул жвачку изо рта Прилепил маме на лоб Сказал Мне тоже родители Ничего не запрещали делать Раньше Литературу кое-где включили Но замутили по полной программе Ведь смотрите Разве это литература Вопрос по литературе Какой длины Палуба фрегат Палады Зачем Какое это имеет отношение К литературе Какого цвета Платье у Натоши Ростовой Ну разве это Знание литературы А в младших классах вопрос Готовы? Готовы, как говорит Задор О чем думает поросенок Когда его переодевают гномики Откуда я знаю О чем думает поросенок Мне для этого Колесо ЛСД принять надо Чтобы я знал О чем думает поросенок Когда его гномики переодевают Это реальные глюки Это реальные глюки В Казахстане Когда же Когда-то это же была с нами одна страна В учебнике пятого класса В тестовом задании Предлагается ответить на вопрос Какой национальности первый человек в мире Совершивший полет в космос И три варианта ответа Англичанин, американец, испанец Вот в чем смысл реформы образования Увести детей от правды Чтобы им было страшно жить в этом мире И поэтому поменялись задачники Задачки У нас были какие добрые задачки А теперь Вот если бы такая задачка была у меня в школе Я бы не стал юмористом Я, знаете почему? Я бы покончил жизнь с суицидом Прямо когда решал эту задачку Седьмой класс На знание дробей Готовы? Пол курицы Пол курицы За пол дня сносит пол яйца Как вам это нравится? Сколько яиц снесут полторы курицы за полтора дня? Я не придумываю Родители, многие Вы не въезжаете в тему Вы не представляете как детей опокемонивают Дети вырастут полудурками С больной психикой И будут думать, что жизнь это фильм ужасов Задачки раньше, упражнения были добрые какие А теперь все Жесть такая голливудская Чтобы дети в страхе жили Чтобы таких лохов Знаете, демократия западная Это торгашеская демократия Впендюрить лохом Поэтому лохов должна быть как можно больше Задачка Я только первые строчки зачитаю Вы представляете, какой мир Каким мир рисуется в глазах школьников? Первая строчка Задачки А нет, эту я всю задачку зачитаю Один третиклассник Может отлупить трех первоклассников Но уже четыре первоклассника Отлупят третиклассника сами Кто будет побеждать сначала И кто победит в конце концов Если лупить друг друга Начнут 120 третиклассников И 180 первоклассников А потом еще на вопле о помощи Прибегут 240 первоклассников И 150 третиклассников Вы где такую школу нашли? Задачка Только первые строчки зачитываю Это для детей задачки В казино сатана подошел к человеку Задачка другая Бобров бил лосеву куском бетона по голове Душил ее металлическим проводом Задачка еще Седьмой класс Автобус переехал в группу детского сада Пострадали Маша, Ваня и так далее В советское время Задачки по арифметике По математике Они были с уважением к природе Сейчас многие задачники Задачки и задачники Это кальки западных учебников Почему? У нас были очень хорошие учебники У нас не могло быть такой задачки Курица снесла 4 яйца А петух 2 А сейчас есть такие задачки Задачка Попробуйте решить Белка Нет, нет, белку Боюсь дальше говорить С полными лапками орехов Вы видели когда-нибудь белку Вот Ладошки у белки Видели вообще С полными лапками орехов Посадили на гладкий горизонтальный стол И толкнули по направлению К краю стола Ну это изверги какие-то Это бедная белочка С лапками С орешками К краю стола Представляете Скользит белочка Приближаясь к краю стола Белка почувствовала опасность Белка Это поумнее тех Кто составлял эту задачку Всю задачку не читаю Следующая задачка Так, я для затравки Это вам только Белка Следующая задачка Видимо у того, кто писал Действительно белочка была В этот момент Белка Боюсь дальше вам говорить Весом 1,3 килограмма Вы где такую белку видели? Это у вас только под белочкой Такая белка может присниться Это котяра мартовская Отъевшаяся Так вот это Вот это вот радиоактив Это чернобыльская белочка Вот это Сидит на абсолютно гладкой Обледенелой Покатой крыше Ужас, ужас Представляете Цепляясь когтями Белочка Человек бросает белке камень Весом 0,8 килограмм Ну садюги просто Камень летит с такой-то скоростью Белочка хватает камень Видимо это уже без орешков сидела Она Задачка Задачка По биологии По биологии Запомнили? Теперь слушайте У чебурашек На логику На логику задачка У чебурашек Уши бывают Лопоухи Это Я чуть не заплакал В этот момент В скобках Доминантный признак Нормально? А у некоторых Куции Жалко чебурашек В скобках Рецессивный признак Я не верю своим глазам Читаю Причем Куциухи Чебурашки Умирают в раннем детстве От стыда Это Слезы из ушей Могут палиться От этого А у лопоухи Гомозигот Я не знаю что это Гомозигот и все В пятилетнем возрасте Уши начинают ветвиться Бедные дети Они же это читают У них же воображение Вы представляете Он это представит Крокодил Где она Купил на птичьем рынке Двухлетнего чебурашка Тоже придурок И хочет узнать Он для этого и губил Чтобы узнать У него У его питомца Будут уши ветвиться К пяти годам Или нет Слушайте Я не считаю себя дураком Но я не знаю Как решить Я заглянул туда В конец учебника Где подсказки Подсказка Подсказка Половозрелости Чебурашки достигают В два года Нормальная подсказка Беременность У чебурашек Длится три месяца Почему Откуда Живут чебурашки В неволе До десяти лет Подсказка И что я теперь Решить могу Эту задачку Что ли Спокойно Спокойно Задачка Мы еще не все Решили задачки Причем Что не задачка Это какая-то Гадость Это вот С запада Пошла Мода на чернуху Депрессуху Задачка по математике Три мухи Ну уже гадость В полдень сели Сели Три мухи На секундную Минутную Часовую стрелки Часов И поехали На них Ну дети Ж дебилами Вырастут После Это А покемонивание Молодежи Происходит Когда Какая-то Стрелка Обгоняла Другую Вот правильно Вы говорите Вот Вот Бытливый Ум у нашего Теловека Спрашивают А как они Когда Вот О А эти Не понимают Когда Какая-то Стрелка Обгоняла Другую Сидящие Отвечаю На вас На этих Стрелках Мухи Менялись Местами Вот так Вот Вот до этого Ответа Вы бы не Додумались И если Секундная Стрелка Обгоняла Часовую Минутную Одновременно Местами Менялись Только Мухи С Минутной Часовой Вопрос Сколько Кругов Проехала Кажда Муха До Полуночи Ха-ха Я уже Полгода Не могу Решить Эту Задачку Я хотел Эксперимент Поставить Даже Но Мухи Не садятся Добровольно На часовые Стрелки Я пытался Их Приклеивать Но они Не меняются Местами Тогда В общем Затык Полный Задачка В диване Живут Хлопы Блохи Опять Гадость Но в советское Время Не могло Быть Такой Задачки Боря Лежит На диване И рассуждает Редкий Дебил Тут Блох А он Рассуждает Если Блох Там Станет В 2012 Году В 3 раза Больше А там Клопов В каком Году Количество Блох И клопов Сравняется Нормальный Вопрос Боря К этому Году Тебя Сожрут Уже Давно Блох С клопами Если Ты там Лежать Я не знаю Что с вами Сейчас Будет Задачка Учебник Математики Пятый Класс Автор Зубарев Марткович Проезжая Мимо Постах ГИБДД На автомобиле АК Со скоростью 120 км Я угораю Серьезно Давайте Владелец Автомобиля АК Не остановился По сигналу Сотрудника Инспекции Не остановился Лихач Такой Видели Лихачей На оке Когда Бешеный Пшой Гениальная Реакция Уже Через 10 минут Возмущенный Инспектор Тормозня Редко Этот Инспектор Видимо Из Эстонии Погнался За Кой На мотоцикле БМВ Развил Скорость 240 км В час Я бы хотел На эту картинку Посмотреть На БМВ За кой Дальше Опять Как тот же Задорнов Который Всем С этим Надоел Но все Таки Послушайте Наберите Воздуху В грудь И Не Замет Как Обогнал Нарушителя Хороших Сотрудников Берут Туда Через 10 минут Понял И повернул Значит Надо Вычислить Когда Они Встретятся Азбуку Нашу И ту Перекроили У нас Была Чудная Русская Азбука Даже Я застал Ее Еще В букварях Теперь У нас Алфавит АБВГД Это Что такое Алфавит Это Запись Буквами Звукописи А что Такое Азбука Это Другое Это Каждой Заглавной Буквы Соответствовал Образ Ну Например Что такое Заглавная Буква Л Мужчина Женщина Изображается Двумя Вертикальными Палочками Черточками Они Соединились Родничками Они любят Друг друга Это Образ Любви Осталась Только Буква Л А если Мужчины И женщины Любят Друг друга Соединились Родничками Еще на Половом Уровне С Первозвуком А Ребенок Придет Из Космоса Это Первозвук Космоса Это Первозвук Из которого Все Рождается Поэтому С этого Звука Начинается Все И Начинается Азбука Отсюда Слово Азы Начало Что Такое Мужчины Женщины Любят Друг друга Соединились Родничками И еще На Уровне Земном Д Дом Каждой Этой Буквей Заглавной Соответствовал Образ Слова Ну Твердо Стоит Человек На земле Раскинув Руки Это Тверть Осталась Просто Буква Т Смысла В ней Больше Никакого Нет Кроме Как Передача Информации Б Беременная Баба Все буквы Так можно Разобрать Если кто-то захочет Зайдите на мой живой журнал Там об этом Более подробно Написано Мое Желание Во время концерта Только заинтересовывать Людей в этом И если Прочитать нашу азбуку Согласно этим образом Получится послание От наших Мудрецов Предков Нам Как нам Остаться Жить в правде А не в кривде Не лечь под торгашей Не попасть под Олигархио Никогда Аз Бога Ведаю Глаголю Добро Есть Жизнь И так Вся наша азбука Ни у кого в мире Нет письма Когда читаешь азбуку От наших От предков И последняя Какая буква Я Я На последнем месте Сначала выполни Все что тебе нужно По жизни Это Мудрость Наша азбука Во что она превратилась В алфавит Вот теперь Стишки Написанные На Разные буквы Буква Е Еда 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 Уже не сложная ассоциация Все на жратву перевели Все Буква Е Еда 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 Ежевика Ерунда Если нет еды на Е Мы ее придумаем Кушай Дочка Кушай Сын Ем Ленику Епельсин Буква М Шедевр Малыш ваш Будет рад Скушать мед И мармелад Опять жратва Ну а кашу Манную Выложить И в ванную Это не концовка Пусть поплавает Слегка Это будут Облака Но это Курили Перед тем Как это написать Наконец Буква Ш Опять должен Просить извинения Простите Но зачитаю Буква Ш Стишок Из современного Букваря Шарами Шура Пошурши Это не все Продолжение Шары У Шуры Хороши Задачка Одобренная Минобразином По физике Вася Ловил девочек Сильно Ну дальше Сильнее Опускал их В лужи Я И тщательно Измерял глубину Погружения Каждой Девочки Как он Это делал Какой глубины Были лужи Дурак На дураке Чиновник У нас Зловещее Чиновничество В стране Вопрос Чем А да А Петя Смотрел На процесс Петя Это поумнее Будет Вопрос Чем Различаются Виды деятельности Вася и Петя Да ну Перестаньте Никогда Ответ Петя Делал наблюдение А Вася Проводил опыты Вот так вот Конечно Дети Идиотами Вырастут Летит Кибит Каудалая Бразды Пушистые Взрывая Ямщик Сидит на облучке В тулупе В красном кушаке Дети не понимают Что это такое Они Ну во-первых Кибитка летит Ну типа ракеты Значит Кудалая летит Вот только Ямщик Не понятно Облучок Понятно Радиоактивный Заряд Облучение Ну при чем тут Ямщик Ямщик Который ямы Копает Для молодежи В тулупе В красном кушаке Это защита От радиации У него А бразды Пушистые Взрывая Вообще Улет Это без ЛСД Понять Невозможно Бразды Это такие Уроды Поместь Бобров С дроздами И Они действительно Не могут Этого Ничего Объяснить Русская Сказка Называется Новая Царевич Ни хитер Ни мудер Бедолаги Молодежь Вы попали Реально Ой Почему Александра Невского Назвали Невским Мальчик Ответил Потому что Он Нефтью Торговал Гениально Гениально Достали Детишек С этой Нефтью Вся Страна Зависит От того Какая Цена На нефть Будет Могло Такое Быть Советское Время Да Никогда Мальчик Написал Волк Волчиха Понятен Прием Лев Львиха Баран Бараниха Бык Бычиха Кот Котяра Петух Петушица Селезень Селезенка Все Папа Написал Мне письмо Камеди Клаб По телевизору Мальчик Играет В игру Какую-то И у них Сейчас Эти игры Все новые Компьютерные Есть игра Новая Убей Мента Так и Называется Зарази мир Вот они Значит Играют Вместо шахмата Диалог На экране Это кокаин Нет Это алебастер Да нет Это кокаин Да нет Это алебастер Сын Кликает с игры Спрашивает Папа Что такое алебастер Мама Мама пишет Дочка Спрашивает Мама Что такое Емудя Мама Бледняка Дала Говорит Ты где это Прочитала Говорит У Пушкина У Пушкина Про Емудю Да Покажи Достает сказку О царе Салтане Готовы И читает Мам Смотри Князь Гведон Шлет Емуде Свой поклон Второй класс Помните Октябрята Пионеры Читают стихи На праздник Вот второй класс Стишки дали читать Представляете Пацан такой Стоит и читает Пусть верен Наш маршрут И по плечу Нагрузки И пусть на пиво Нас зовут Не в качестве Закуски Это все сверху Сверху сыпется Рабов готовят Купили сыну книжки Женщина пишет Татьяна Григорьева Автор Стихи для детей Для детей Наливали киски виски Для детей Я не пью Сказала киска Предлагали киски вискос Это класс Сказала киска Если на закуску вискос Я пожалуй Тяпну Правильно Тяпну виски Баба яга Добрейшее существо Никого в жизни Никогда не съела Только грозится Выслуживается перед кощами Приписками занимается А на самом деле Лечила Баба По русски Древнем языке Это лекарь А яга От слова Индоевропейского Огни Огонь Это огнем Лечащий Целитель Целительница Поэтому отсюда Слово опекать Заворачивали в тесто Ребенка Чуть-чуть На легкий огонь Снимали тесто И хворь выходила От слова Слова Опекать детей Главное Унизить все Что было В нашей родовой Светлой памяти Новая сказка Про бабу ягу Сидит В избушке Баба яга Извините Титьки Узлом завязаны По потолку Сопли Развешены Ну бедные дети У меня же библиотека В Риге Че они спрашивают Приходят в библиотеку Куприна Граната И браслет Графа Мотоциклиста Дайте мне Сказки Памелы Андерсон Одна попросила Сказку Про лошадь Со стонхондрозом Конек Горбунок Мальчик отвечает У доски Говорит Мономах Известен шапка Он ее украл От Чингисхана Во время Крестового похода Все в бошках Перепуталось А Геракл Вошел во Влагалище льва Как он Не дай бог На ночь Представить Эту картинку В Костроме Продавали Ну Яйца пасхальные И написано Христос воскрес Ха И вы Готовы? Вот это Димаха Подошлась Что за напись На яйцах Иксби То есть Иксель она знает А Иксби Никак Много жалоб Приходит Тоже показатель Мол Жаловаться больше некому Нашли кому жаловаться За два года Я получил 75 тысяч писем Если кто-то писал И я не ответил Извините Я прочитал Только 32 тысячи Конечно Есть разные письма Которые читать Даже не следует Обычно Это начинается Так Скажем Мы вас очень любим Дайте денег Все Это Можно закончить Но Очень много Интереснейших писем Больше всего И мне это Особенно приятно Откликнулись На тему Обозначенную На телевидении Мною И я этим Горжусь Тема Западной реформы Образования У нас И на Украине Жалуются На то Что творится С нашими школьниками Что творится В школах Стали переводить Учебники С английского языка С французского Американские учебники Для наших Сибирских детей У нас было Лучшее образование В мире Почему Ну хорошо Допустим Философию Можно было заменить Да Экономику Но почему Надо было менять Учебники арифметики Учебники математики Учебники физики Как наши дети Ухахатываются Когда Им задают Задачку Переводную С американского учебника Сели на воду Три воробья Один воробей улетел Сколько осталось Один и остался Два утонуло Воробьи на воду Не садятся Для наших детей Которые не оторвались От природы Нелепость Слышать условия задачи Сколько цыплят Вывел петух Они еще знают Чем петух заниматься Должен Наши дети Конечно Запад оторвался От природы И они А это тестирование В школах по литературе Высочайшая в мире Литература Величайшая в мире Литература Русская И она Она не поддается Тестированию Заменили Живого учителя На вот эти Вопросы Там Шекспир Это лосьон для бритья Племя в Новой Зеландии Или деталь Или деталь от трактора До того Довели этим Тестированным Детей Что мальчишка На вопрос Кто создал Тарзана Ответил Королева А как вам Эта задачка Переведена С американского Учебника С дерева Упала ветка Пробегавший Мимо олень Заметил Что ветка Упала По параболической Траектории Нормальный олень Неславый Олень Такой Параболу знает Навскидку Навскидку Он олень Определил Скорость течения Реки Нормально У него еще Спидометр Меж рогом Вот здесь Помогите оленю Сформулировать Уравнение Движения Ветки У наших детей Укатайка Начинается Вообще Интересно Мы должны были Заметить По странам Балтии Как падает Образование У молодежи Когда приходит Западная Система Обучения У них даже Есть такая фраза В учебнике Современного Гуманитарного Университета По культурологии Вам будет интересно Это услышать В настоящее время Существует Западноевропейская Форма культуры А также Признаки Зарождения Русской культуры Есть замечательная Русская пословица Не рой другому яму Сам в нее попадешь Что и произошло Со странами Балтии У мальчика На улице Спросили Лет 13 Кто такой Гитлер Интервью брали На телевидении Он ответил Нападающий Сборной Германии По футболу Сказал Молодец Нападающий Отгадал слово Художественный фильм 17 мгновений Весны Анонсировали В Риде Так Художественный фильм О том Как русские Разведчики Мешали работе Гестапо Я у одного Латыша Чиновника А латыши Сейчас чиновники Стараются Вспомнить Заново Русский язык Потому что Они поняли Что на русском языке Взятки больше Значительно Чем на родном Аборигенском И Я у него спрашиваю Почему вы к нам Так относитесь Вы русские Агрессивны Говорит он мне Я его спрашиваю Почему Ответ Все поставил На свои места Вы напали На шведов Под Полтавой Нормально А вопрос А как они там оказались Ты можешь мне объяснить Конечно в России Еще Этого нет Такого падения Образования Но Какое-то уже Появилось Обозначилось Мне присылают Вырезки Цитаты Из Детских сочинений Наших школьников Боже У этих бедных Молодых людей У которых У которых Воспитателями стали Кто Голливуд Попса Казино Ну у них Все перепуталось В башке Пушкин Консолидировался С Гончаровой Как он это делал Каким способом Он понять У Пугачева Была мощная Харизма Вот такая вот Харизма У меня была Я горжусь Петром Первым Он боролся С фашизмом Чацкий Тот который Торчал в чатах Знаете Директор ЦРУ В начале 50-х годов Даллас Сказал удивительную фразу Такую точную Он сказал Славян нельзя победить Войной Мы это поняли За тысячи лет Славян Можно Растлить Мы дадим им Ложные идеалы И они победят Сами себя Вот что и делает Западная реформа Образования Вот она-то Нас может победить Мальчонка В шестом классе На вопрос Твой любимый балет Ответил Мой любимый балет Просто щелкунчик Бориско Моисеев Достал даже детей Уже Еще выдержка Из сочинений Есенин Это тот Который играл Сашу Белого Еще одна цитата Александр Второй Разрешил Всем зэкам Зэкам Провести Эпиляцию Как вам зэки С побритыми ногами Парень Десятиклассник Пришел в библиотеку В Москве И попросил Мы проходим У библиотекарши Мы знаете Проходим Роман Горького Он вот называется Дайте Кажется Кажется он называется Старуха Баскервиллей Мы даже образование Не свое взяли Вот задачки Они очень изменились По сравнению С теми задачками Которые Мне решать Приходилось В детстве В юности Я объясню как Раньше Задачки были Добрые Чтоб дети Познавали жизнь С точки зрения Любви Дружбы Добра Все Нет Жесть Чтоб дети Боялись жизни Чтоб они вырастали И их легко Было зомбировать Раньше Алена Разделила яблоки Между тремя подругами Добре Теперь Подруги Отобрали У Алены Яблоки И это Во всем Задачка Во время Сильного дождя Уже гадость На остановке Автобуса Стоял 12 человек Подкатил автобус И забрызгал Грязью Пятерых Остальные Успели попрыгать В колючие кусты Все гадко Все А вопрос Супер Сколько Кто из царапанных Пассажиров Поедет в автобусе Если трое Так и не смогли Выбраться Из колючих Кустов Это Это так Травмирует Мозг наших Малышей Детей Задачка 14 детей Учились Плавать Ага Трое Из них Еще не умеют Плавать А двое Уже Утонули И это Сплошь Идут Вот такие Задачки Вот это Идет Зомбирование Супер Коля 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 Свой Дневник С двойками Закопал На глубину 15 метров Он чем Копал Вы можете Мне сказать А Толя Свой дневник На глубину 25 метров Вы как Кто составлял Это Задачка В доме Прорвало Сразу две трубы Две Сразу Холодную Горячую Из холодной трубы Выливается в квартиру По 70 литров Ледяной воды В минуту А из горячей По 12 литров В секунду Вопрос Че ха-ха Вы решите задачку Вопрос Жильцы этой квартиры Утонут В теплой воде Или в холодной Задачка Вот я ее решил Решил Я инженером был Машина едет по дороге Ее масса 1200 килограмм Ну вроде нормально Скорость 120 километров в час Тоже нормально Ей навстречу Летит муха Масса 1 грамм Вопрос С какой скоростью Должна лететь муха Чтоб при столкновении Машина остановилась Ее скорость Больше скорости света Оказалось Должна быть Знаете что обидно Почему за детей обидно У них же детское воображение Они читают условия задачки И все это представляют Они больными могут вырасти В результате Ну вот Представьте себя детьми И представьте Что представляет ребенок Когда читает задачку Петр Петрович Живущий на пятом этаже Винчивает в потолок Своей комнаты Крюк для развесистой люстры Длина крюка Запоминайте 25 сантиметров Длина крюка Крюк уходит в потолок С постоянной скоростью 2 сантиметра в минуту От потолка пятого этажа До пол шестого 15 сантиметров Это начало Сейчас продолжаем Это драматургия Это не задача На шестом этаже В позе лотоса Сидит Йок Степан Уточняется В центре комнаты И размышляет О бренности сущего Поэт просто писал Это писатель Вопрос Класс Через сколько минут Петр Петрович Услышит Вопль-йога Медитирующая Задачка На ветке Сидело 7 рыбок На ветке дуба 7 рыбок Сидело Потом прилетело Еще 2 рыбки У меня вопрос был Только один Что курил автор Телевидение Не безграмотный Увольняли Безграмотных Дикторов В советское время Сразу Сегодня Они безграмотные Дикторша Говорит Берет Интервью Говорит Ты правда Что носишь Одну клипсу Одна клипса Быть не может Клипс Это множественное Число Если ты носишь Одну клипсу Надень Одну джинсу И еще Одну очко Надень Пожалуйста И ученые Лингвисты Не делают им Замечаний Вот же Поразительно Потому что Правители Говорят неправильно Ну как Наши На самом высоком уровне Говорят В разы Ну это Уродство По-русски Или говорят Я извиняюсь Я извиняюсь Это безграмотно Я извиняюсь Означает Надо говорить Извините Если вы говорите Я извиняюсь Это значит Что вы извинили Самого себя Я извиняюсь Ся Себя То есть Сказал я извиняюсь И в морду давай Потому что ты уже Извинился В этот момент По телевидению Сплошные безграмотности Если диктор Говорит В министерстве МИД Вот говорит Это не Это все равно Что сказать Продажная проститутка Это Мясная говядина Там допустим Да Кофер А кофе Разрешили оно Говорить Теперь да Потому что там Наверху Не могут запомнить Что кофе это он Ну не могут Разрешили говорить Кофе оно Правда Тот кофе Который подается Это оно Рекламы Кто их придумывает Это вот Теперь менеджеры Появились Я говорил о менеджерах И буду говорить Про них всегда Это Вроде Я Еще Сити менеджер Вообще Улет Непонятка полная Чем ты занимаешься Я Я сити менеджер Вот они Рекламы придумывают Как можно Говорить В рекламе Удали перхоть Из головы Это Вы понимаете Что у них в голове У тех Кто это придумывает Сногсшибательные волосы Волосы не могут Быть Сногсшибательными Это Кошмар на ночь Сногсшибательные волосы Мы Сожжем Ваши жиры Оооо Это Это реклама инквизиции А покажи Прыщам Кто тут Хозяин Вы понимаете Молодые люди В каком уродстве Вырастают На Таганке Неподалеку Там В переулке Если с площади Завернуть Есть кафе На двери реклама Висит Здесь вы можете Получить пирожки С собой Ну Садюга писал Какой-то Эта реклама Вы понимаете Какой ужас Обрушился На молодых Вот почему Мир Наполнился Жестью Которая Полюбила Молодежь Вы посмотрите Что в интернете Творится Они Уже Многие Вот человек Упадет В лужу А они Не помогают Они на фотке Снимают Вот И в интернете Выкладывают Интернет Наполнился Злыднями А злобышими Никчемышами И недоумками А потому что Они действительно Не доумки А им хочется Быть доумками И кчемышами Они озлобились А никто Этому не учит Костер развести Не умеет Дрова нарубить Не умеет В шахматы Играть не умеет В преферанс Не умеет В шашки Не умеет В Чапаева Не умеет Я молодым Я молодым объяснял Как в Чапаева Играть Пришел А они Шахматными Фигурами Играют В Чапаев Что такое Любовь и секс Они разницы Не понимают Как они могут Быть счастливыми Секс Слово Которое употреблять Можно как информационное Но Оно Вот я его В определенных ситуациях Не употребляю Оно поганое Почему? Потому что оно Деловое Пойдем Заниматься Сексом Она говорит Да у меня есть время Вот это Это деловой подход Если говоришь Я тебя люблю Тут уже она не скажет Что у меня Немножко времени есть На это дело Потому что это понятие Вечное А какие русские слова были Почему мы стали Говорить секс Русское слово Гениальное Я хочу чтобы Все телезрители Запомнили И это слово Употребляли Миловаться Представляете Говоришь любимый Пойдем миловаться А она уже не откажет Все Это уже А было слово Утеха еще Утеха Я тебя утешать буду И о времени Разговор уже не идет Для кого утеха Для кого потеха Конечно Ой Не знают молодые Что любовь Приносит радость Счастья на свете нет Есть абсолютная радость Абсолютная радость Не от секса А от любви Пришел В магазин Купить фильм Формула любви Я не всегда Скачу фильмы С интернета Потому что Бывают переводы Очень Очень плохие В интернете Менеджеры Переводят И я прихожу А там тоже Менеджер Сейчас куда Не суньте Как Менеджеров Нерезанных По всей стране И вот это Продавец Консультант Я говорю Формула любви Она говорит Сейчас Принесу Шепотом Мне И убежала Я ждал Она приходит Разобрали Все У нас нету Я говорю А куда вы ходили Вон художественный Отдел художественный Она говорит Это художественный Я думала Порнуха Вот почему Злыдни Народились молодые Потому что Они чувствуют Что они ничего не знают К жизни не приспособлены В лес пойдут Без GPS Навигатора Заблудятся Разницу между Поддорожником И волчьей ягодой Не понимают Я одному Сказал Что я В его возрасте По муравейнику Мог определить Части света Он говорит Вы уже тогда Курили Дядя Миша Это Вот почему Им хорошо в интернете Там они герои Там они отважные Они подниками Подниками Нераскрывающимися Матерят Кого хотят И смайлик А что такое Подникам Это анонимка За это судить Человека надо Они смелые Только подниками Если они выйдут На улицу Они смайлик Поставить не успеют Если они Вот такое скажут Вот там Им поэтому Вот поэтому И наполнился Мерзлыднями И троллями Потому что Они смешны В жизни Потому что Они правил жизни Не знают Ухо-горло-нос Врач мне говорит Представляете Заходит Парень До пояса голый Ухо-горло-нос Кабинет Она спрашивает Ты что разделся Он говорит Там написано В верхней одежде Не входить В интернете Бродит фраза Очень точная Пока Задорин Смелся над Дубыми американцами В России Созрело Еще более Тупое Поколение Россиян Мне пишут Письма Знаю Что эта тема Меня глубоко Трогает И я радею За образование Молодежи Парень пишет Представляете Сидим В компании Ночь За окном темно Девушка спрашивает А сколько на улице Я отвечаю Плюс 15 Девушка говорит Ну это в тени А под луной Ты больше Инструктор рассказывает По вождению Деваха Такая Блондинозавр Реальный На вопрос Что означает Красный свет Светофора Ответила правильно Сразу Стоять А он говорит Что зеленая Она говорит Сидеть Как они жить будут Вы можете мне объяснить Две девчонки В Ялте Разговаривают на пляже Одна другая Спрашивает Ты откуда Она говорит Я родилась в Донбассе Вторая Прямо на стадионе Они Они Работать приходят Учителями Управленцами Летчиками Библиотекарями Поварами Я если прихожу В кафе И знаю Что повар молодой Я грибы Не заказываю Они профнепригодны Сегодня Эта страна Погибнет Изнутри Если так будет Дальше продолжаться Все по интернету Пытаются узнать Звоню в Ригу Говорю Я сегодня прилечу Молодым родственникам Какая погода Они говорят Сейчас посмотрим В интернете Ты в окно Выгляни Он выглянул Говорит Не сходится На пляже В Риге Нет молодых Больше Знаете почему Вай-фая нет Они не знают Как пользоваться Пляжем В этой ситуации Мужик решил Пригласить Свою деваху И приготовить Ее любимое блюдо Цыпленка Табака Готовить он не умеет Они же думают Посмотришь в интернет И все узнаешь И все сделаешь Они же не понимают Что профессии надо Овладеть Он решил пожарить Цыпленка Табака Заглянул в интернет Там написано Цыпленка Табака Надо жарить На плите Ну не написали Что на сковородке Ну что ты А вот полить маслом Все было Добавить Поперчить Все сделано Долго отдирал Цыпленка После этого Вот друзья мои Зачем молодые Нужно образование иметь Гаишники появились Без образования Актер МХАТ Останавливает ГАИ Просит А у него красное удостоверение У актеров МХАТа У Доронинского МХАТа Он показал Там написано МХАТ МХТ Тот говорит Что это за министерство Он говорит Это очень серьезное министерство Отпустил Я не знаю Что он решил Ну М ясно Что он Букву ХА решил Я не знаю Халявное министерство Или еще хуже Я не знаю Гаишники Действительно Многие молодые Пришли У которых нет образования Парень мне пишет Я родился в Карелии Но у меня Корни восточные И я похож на Человека восточную Остановил гаишник Смотрит Родился в Карелии И говорит А почему паспорт российский Ты же кореец Еще моего знакомого гаишника Остановил Тоже молодой Видите что происходит Проф непригодные люди Всюду появились Остановил Спрашивает Почему водительские права Не на вашу фамилию Он говорит Это теща фамилия А почему у вас Тещи разные фамилии Как вам нравится Поколение памперсов У моего знакомого Маленькая дочка Он говорит Ей ничего невозможно Объяснить Я ей говорю Не выбрасывай хлеб Папа ей говорит Может не Такое время прийти Что еды не будет дома Она говорит Да ладно В ресторан пойдем Он говорит Может и денег не будет В банк сходишь Возьмешь То есть Они вообще не представляют Что такое Вот почему им хорошо В интернете Потому что там они знают все Они могут Оскорбить кого хочет И смайлик поставить А если они выйдут На улицу И скажут то Что говорят в интернете Они смайлик не успеют Поставить Им так в табло Втащат Между прочим Что они запомнят На всю жизнь Пишет мне тоже Парень У нас в Белгороде Есть девушка Которая не умеет Пользоваться боковыми Зеркалами в машине Вот так А ездит Просто не понимает Как в них смотреть Как это гениально Поэтому она Включает поворотник Считает до трех И перестраивается На улице такой храбрый Давай с тобой Выйдем в скайп Поговорим И повсюду Все больше и больше Проф непригодных молодых Мне их жалко У меня знакомый Тоже молодой парень Из нашей команды Делает татуировки Подрабатывает Ему приносят Иногда восточные иероглифы Не зная что это И он их рисует И один парень Вернулся Из Китая Говорит Че ты мне нарисовал Они же не хотят Узнать что это означает Представляете Че было с китайцами Он вышел А у него на спине Иероглиф Означающий Готовы? Срок годности Морских огурцов Они даже не понимают Молодые Что надо хотя бы Пытаться Познать мир Ой Продавщица в Ашане Молодая Говорит покупателям Стеллаж с этим товаром Будет переимплантирован Продавщица в книжном Такая референт Такая такая Вот Провода оголены По самую розетку И Покупательница говорит Помогите мне найти Обломова Гончарова Так говорит Вы определились Вам Обломов или Гончаров Летчики Хорошо что Старшего поколения Летать на самолетах Можно А кассирши то Молодые сидят В авиакассах И мои помощницы Кассирша Молоденький тоже Вот менеджер Говорит Я сейчас взгляну Куда вам надо По компу Чтобы потом Не было никаких Инцестов Вы знаете Что во многие Турбюро Берут За тех Кто Учил Кто получил Образование В советское время Тетушки Быстрее Овладевают Компьютером Потому что там Овладевать нечем Нажимать на кнопки Чем Молодые Географии Обучаются Они же не знают Страны Они ничего не знают Опять Мои помощницы Там надо было Банк В банке Сделать перевод В Эстонию И Менеджериха В Эстонии Менеджериха В банке У нас в Москве Говорит Посмотрел По компьютеру Какая страна Так говорит Эстония Моя помощница Говорит Эстония А ты посмотрела Говорит Вы знаете Нет такой страны Как нет Ну посмотрите Сами Повернула Говорит Смотрите Ирландия есть Индия есть Исландия есть А Эстонии нет Вот молодежь Я должен вас убедить Что образование Это чтобы над вами Хотя бы не смеялись В магазине игрушек На ценники Написали молодые Продавцы Развивающиеся игрушки Плакат в городе Волоколамске Мрамор из бетона Как это может быть Они же еще Не пишут Заглавные буквы Не ставят Большие буквы Перед именами Ну смски Чтобы большую букву Заглавную поставить Надо же Лишний раз Кнопкотык сделать Они везде Теперь так пишут У нас в кафе Написано Все буквы одинаковые У нас лучший кофе Из Вены Выточка такая Да Продавщица в мебельном Говорит У нас живой мебели нет Ну слава богу Не дай бог мне живой диван купить Это Чтобы я от него бегать начал Вообще с этим словом Живой Тоже референт Директора зала В Ялте Повесила задорно В афишу написала Задорно Живой звук Это А в Москве По всей Москве Афиши висели Ночь Живых музыкантов Это За это Она даже не поправит Ну хорошо Любой может допустить ошибку Но они даже не видят Своих ошибок Выдала в эфир Григорию Гипсу Наложили Лепс Ну ты хотя бы Поправься Скажи ему Извините Аши Если наш язык В результате западной реформы Исчезнет с земли Ребят Конец света Не минуем Потому что Никогда Не восстановится Плюс с минусом На свои места Поэтому Я считаю Все не так плохо Конечно С Украиной Проблема Украина ляжет Под запад Она практически Уже легла Там уже полный окей Там окей Начал Устанавливать Свой формат Россия Непонятно То ли ляжет То ли нет Она как проститутка Россия Деньги взяла А Думает А может не отрабатывать То есть Украина Проститутка Честная Взяла И отрабатывала Но Выручит Белоруссия Пока там есть Батька Она не ляжет Под запад Потому что Пока там есть Батька Это не страна Это большой Партизанский Отряд Засевший В центре Европы Я вообще считаю Что Белоруссия Оберег России И оберег Украины И она Будет нас Оберегать И должна Справиться С этой Задачей Пока мы Не поймем Что запад От слова Падать Ни одного Хорошего слова От слова Запад Не произошло Западня Западло А восток От слова Восходить Азия Азы И Я Вот где Восхождение Должно Начинаться А Европа Евреи И опа Последнее Слово Усеченное Показывает Где мы Все будем Когда Занырнем Западную Европу Я считаю Основная Стратегия Наших Стран Подтянуть К переразвитому Творческому Полушарию Недоразвитые Левые Ну тут Нам Петр Первый Немного Подпортил Нашу Задачу Прорубив Окно В Европу Можно Было Вполне Проковырять Форточку Подглядывать Мусор Выбрасывать Мы через Это окно Нахлебались Черт и чего Взяли еду Западную С кого Мы взяли Еду С того Кто ест Эту еду И становится Вот американцы Они же от этой еды Давно уже стали Похожи На кишечники На ножках Что не майка Для американца То наволочка Для рояля Мы взяли Попсу Взяли Голливуд Казино Покупаем Негров В спортивные Команды Вместо того Чтобы своих Выращивать Спортсменов Негра За ЦСКА Два негра Играют Это Это офицер Российской армии И еще Вдобавок Западная реформа Образования С кого Образование Образ Объединенная Ра С кого Мы берем Образование С того Кто уверен Что Китай Это самый большой Филиал Фабрики Найка Что в России Медведи Среди льдов Выпив водки Танцуют Калинку В обнимку С казаками Нефтяниками Что Гитлера Во время Второй мировой войны Разгромил Брюс Уиллис В финальном сражении Бейсбольной битой Гитлеру Зубы вышиб Между прочим Чтобы вы знали Никто в Америке Ну что значит Никто 95% Не знает Что мы воевали Против Гитлера Не знает У них в школах Это не проходит А недавно Я был в Японии Так вот Японские Пацаны Думают Что это мы Сбросили на них Атомные бомбы У них так Пропиарили Историю Американцы Сегодня Буш получил Одно из самых Дорогих Образований В мире А толку Приехал Приехал в Англию Удивил всех Особенно Елизавету Вторую Королеву Потому что он Читал доклад По бумажке Как в Режнев И сказал Елизавету Второй Прочитав Елизавета Одиннадцатая Не они тупые Мы Тупые Когда берем с них то В чем они тупее нас Нет, чтобы аэропорты Научиться организовывать По их системе У них никогда Не уйдет самолет Недозаправленный Во имя увеличения прибыли Никогда После аварии Не выяснится Что были Незарегистрированные Пассажиры Однако Почему я говорю О русском языке Да потому что Потому что Для нас особенно опасно Когда плюс с минусом Меняются местами У нас особая энергия Такой энергии В мире нет Если у нас плюс с минусом Меняются местами Нас коротит И нас закоротило По полной программе При нашей энергетике Что дает энергию людям Земля Язык У нас сумасшедшая энергия В зоопарках мира Я бывал и наблюдал Как ведут себя Наши И как ведут себя Иностранцы Обезэнергиченные Вот идет Немец Лежит полудохлая Змея Он прочитал Змея Видите вы уже Как хотите Он прочитал Змея И ушел Все У него нет энергии На разборке Со змеей Наш не уйдет Никогда Бздынь По аквариуму Вот так Ты падла Будешь реагировать По лимонам Бздынь 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 Пока оттуда Да у нас особая энергия Только наши люди могут Все электричкой Убегать от контроля Я учился в школе не очень хорошо Грустно в этом признаваться Но надо быть честным Я не был Мальчишки-бальчиш Нет Мальчиш-плохиш Да Особенно Неважно у меня было с поведением Мне учителя писали Много довольно замечаний Иногда не хватало места В дневнике И Вклеивали вкладыши На неделю Чтобы уместить Все замечания И вот Мой отец Очень трогательно поступил Он сохранил Мой дневник За девятый класс Я недавно Всего лишь Года три назад Нашел в его портфеле Этот дневник Я зачитался Это так интересно Единственное Мне было жалко Что никто не может Больше его прочитать И когда я пошел В свою школу Где я учился На вечер встречи Я его показал учителям Конечно Тех учителей уже нет Которые меня учили Но Учителя молодые Современные И они вот так вот прочитали Они на меня посмотрели С цинизмом микробов И говорят Даже не улыбнулись Говорят А вы Хотите почитать Сегодняшние замечания Я прочитал Я когда их прочитал Сегодняшние Я понял Что я Я не мальчиш-плохиш Я снегурочка Посмотри Я решил сравнить Вот какие замечания были В то время Когда я учился И вот замечания Сегодняшние Ну к примеру Время моей учебы Это безобразие Ваша дочь Пришла в школу С накрашенными ресницами Сегодня Это возмутительно Ваша дочь пришла в школу Не накрашенной Мое время Пишет вам Учитель по труду Ваш сын курит на переменах На уроках От него на весь класс Пахнет табаком Сегодня Пишет вам Школьный трудовик Купите своему сыну сигареты А то он их стреляет у меня Время моей учебы Ваш сын на уроке истории Бессовестно жевал жвачку И давал ее жевать другим Сегодня Вашему сыну На уроке истории Доставили пиццу И он распродавал ее По партам Время моей юности Ваш сын забыл взять Лыжи на урок физкультуры Сегодня Ваш сын пришел В лыжах на урок математики Наше прошлое Ваш сын В диктанте Слово коэффициент Написал с одним Это безобразие Сегодня Ваш сын В диктанте Слово коэффициент Написал раздельно В два слова Кайф-цент СССР Ваш сын принес Школу рогатку И выбил В кабинете директора Стекло Россия Ваш сын Принес школу Пистолет И выбил У директора Пять тысяч рублей Время моей учебы Ваша дочь В сочинении Как я провела лето Сделала три ошибки Сегодня Сочинение В вашей дочери Как я провела лето Признано хитом На сайте Шалунья.ру Время Когда учился я Ваш сын Утверждал На уроке литературы Что Маяковский Писал лесенкой Потому что Ему уплатили построчно Сегодня Ваш сын Убеждал весь класс Что Маяковский Писал лесенкой Потому что У него Заедала клавиатура СССР Ваш сын Не смог назвать Дату рождения Ленина Россия Ваш сын На вопрос Кто такой Ленин Ответил Что он точно Не помнит Что-то типа Первого российского Фараона Мумию Которого Нашли в Мавзолее Время моей школы Ваш сын Был приведен В школу участковым За то что Перевел старушку Через улицу На красный свет Это я себя написал Это подлинно Сегодня Ваш сын Был приведен В школу ОМОНовцами За то что Переводил Старушек Через улицы За деньги Без их согласия Время моей учебы Время моей школы Ваш сын Написал на стене Зауч-козел Сегодня Ваш сын Вывесил Фото Зауча школы На сайте Интимных услуг С расценкой С расценкой С расценкой 100 долларов В час Это безобразие У нас даже Директор школы Столько не зарабатывает Ну и наконец Последнее СССР Ваш сын Натер доску Мылом И теперь На ней Невозможно Писать Сегодня Ваш сын Подсыпал Кокаин В свисток Физруком И теперь Того Невозможно Остановить Из школьного Учебника Готовьтесь 22 девочки Гуляли в лесу И нашли 88 грибов Уже вранье Не 22 девочки Не могут гулять В лесу Сразу И тем более Не грибов Нашли 88 Это если Они мухоморов Нанюхались Только А потом Половина девочек Потерялась Да здесь Плакать хочется А не задачку решать Вопрос Во сколько раз Количество найденных В лесу грибов Больше чем Количество Потерявшихся Девочек Я бы слезами Залил тетрадку Если бы у меня Такая задачка была Так Это с выражением Надо читать Задачка Для первого класса Меня бы прямо Из первого класса В Кащенко Отвезли Если бы Первое слово В задачке Бремазище Повторяю Бремазище Нашел Это надо разминать губы 96 Шкледулок Бремазище Нашел 96 Шкледулок А бремазенок Бремазенок На 64 Шкледулки Меньше Во сколько раз Больше Шкледулок Нашел Бремазище Чем бремазенок О бремазище Это какой-то монстр Это покемон отдыхает По сравнению с бремазище Это задачка Для пельзимух И вархуилов Это Задачка Но тут Украина Так хочет в НАТО Что она Все равно побила Все наши рекорды Вот Задачки Из украинских учебников Задачка называется Донос Пятачка В налоговую инспекцию Как же им в НАТО хочется Я не могу Бедолаги Какой подоходный налог Должен заплатить Винни-Пух Лесному государству Есть ли его Ежегодный доход С продажи Липового Мёда В скобках Сделанного Из сахара Они еще Шудить успевают 2500 Баксов Так и написано Баксов Задачки Ой Готовьтесь Однажды Вовочка Вроде нормально Начинается С мамой Тоже ничего Пошли в зоопарк Замечательно Но дальше Где Вовочка Начал Доводить А вы даже Не догадайтесь Кого Каждого Из Восьми Доверчивых Верблюдов Вы видели Доверчивого Верблюда Когда Верблюд Он доверчивый Это Он такой Он такой Доверчивый Вот Он плюнул В тебя Но доверяет Тебе Каждый Двугорбый Доверчивый Верблюд Дальше Плюнул Вовочку Два раза А каждый Одногорбый Доверчивый Верблюд Один раз Фу А незадачка Всего Вовочка Заработал Двенадцать Плевков Вот какой Вопрос Может быть Не догадайтесь Сколько Платков Понадобилось В маме Чтобы Тщательно Вытереть Каждый Плевочек Плевочек Это же для детей Для детишечек Плевочек Одной стороной Платка При этом Не испачкав Вторую Сторону Платка Вот кто Это составляет Еще одна Мама написала Представляете Мой сын Должен был Пройти тест Ему Вот эта Женщина Тестилка Задала вопрос Психиатр Перед тем Как в школу Пойти Она задала Ему вопрос Что Что вообще Мальчик между Ежиком и молоком Сам по себе Постановка вопроса Чудовищная Оказалось Как мальчик Потом рассказывал Он отвечал Ежик любит молоко Ежик Млекопитающий Нет Я даже не буду Спрашивать Готовы или нет Правильный ответ Ежик Оказывается Ежик Сворачивается Как и молоко Это западная Реформа Образования Подошел К учительнице Ученик И спрашивает Как правильно писать Вторник Или вторняк Она ему говорит Посмотри в словаре Он принес словарь Говорит нету Она смотрит Он смотрит На букву F Ну албанский язык Работает А это я сам слышал Как две девчонки В аэропорту Разговаривали Такие нормальные Девмахи Вот она говорит Слышь А какой самолет Полетим Та говорит По-моему Боинг А та говорила Ну обещали Ведь чартер Это говорит Ну и Боинг Нормальный Тоже самолет Но все рекорды Побил Менеджер В автомобильном магазине Тойота салон Фирменный салон Тойота И у меня есть Один такой Упакованный Очень друг Зажиточный Но интеллигентный Разумный человек И он пошел Покупать Лексус Вот Ему менеджер Пишет Получите машину Заполняя бумаги Пишет 31 февраля Вот так Друг этого дела Не стерпел Потому что практически Он никогда Не получит Этой машины И говорит Измените число Тот спрашивает Почему? Он говорит Нету 31 февраля Тот говорит А, да И пишет 30 февраля Мой друг говорит 30 нет февраля Тот завис Вообще Говорит Как нет Ну ладно Ну нет И пишет 29 февраля А это был как раз Тот самый год И друг говорит В этом году Нет 29 февраля В февраля У того Просто агония Началась А какое-то Вообще Есть число В феврале В этом Ну а все рекорды Побило По-моему Ну а в данном случае Вот из того Что я знаю Ну самая Супер такая история Наверное Наверное Она Хит-хитов Это На пляже В Риге Девчонки подошли Ну загорающие Там Так люди Знакомятся на пляже И подошли Двое Молодых людей Симпатичные И хотят Познакомиться Видимо Не банально Ну что Не хочется Задавать вопрос Не меня ли вы ждете И они спрашивают Девушка У вас расческа есть? Она сразу говорит Не дам Они говорят Мы про расческу Вообще-то спросили Они говорят Она говорит Тем более не дам Вот это мне понравилось Тихо-тихо Спокойно Спокойно Кто их дернул Спросить Почему? Ну честь им и хвала Зато у меня Теперь есть концовка Всего этого рассказа Изумительная Они говорят Почему Это не дашь? Она говорит А вдруг У вас Глисты? Знаете Ей богу Все не безнадежно Пока мы Над этим смеемся Значит Все-таки Мы правильно оцениваем Посмотрим Справедливости Все Я повторял И буду повторять Пока я не вобью Эту мудрость Во всех телезрителей Есть три проявления Бога на земле Первое Это природа Второе Это любовь Третье Чувство юмора Природа помогает нам Жить Любовь выжить Чувство юмора Пережить Пока так хохочем Переживем Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры DimaTorzok